Всем привет! Это Миша и я нахожусь сейчас в Диснейленде, в Калифорнии. Ну, вернее, это не совсем Диснейленд, это другой парк Диснея, Дисней Калифорния Эдвенчер. Но Диснейленд находится через дорогу и там я побывал вчера. Собственно, в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, что это такое, что это из себя представляет. Дам какие-то базовые советы относительно того, как посещать Диснейленд. Я думаю, что они более или менее, скажем так, справедливы для любого парка Дисней и по всему миру. Ну и вообще, расскажу, сколько это все здесь стоит. Идея посетить Диснейленд родилась у меня спонтанно и местами она связана с моими видео. Рассуждения о политических аспектах флоридского Диснейворлда наложились на то, что у ребенка начались каникулы и идея пришла как-то сама собой. Всего в мире существует 6 диснеевских, как это называется, курортов, ресорс по-английски. Три в Азии, один в Париже и два в США, во Флориде и в Калифорнии. Каждый из курортов это несколько тематических парков, отелей и другая инфраструктура. Хотя от нас до Калифорнии дальше, чем до Флориды, мы полетели именно туда по нескольким причинам. Во-первых, все равно лететь и не ехать. Во-вторых, это самый первый из парков Диснея. А в-третьих, Лос-Анджелес сам по себе намного интереснее курортного Орландо, а развлекательная поездка должна иметь некоторый культурный и образовательный аспект. С другой стороны, во Флориде самих парков больше. Целых 4, включая город будущего Ебкот и Энимал Кингдом. В то время как в Калифорнии их всего 2. Но так как мы ехали на пару дней и наибольший интерес представлял непосредственно классический парк Диснея, то для нас это не было проблемой. Как я уже говорил, на территории курорта есть отели и другая инфраструктура, но мы остановились рядом. Во-первых, это чуть дешевле, а во-вторых, выбор больше. В случае Анахайма, а именно в этом калифорнийском городе, входящем в агломерацию Лос-Анджелеса, находится курорт, большое число отелей находится прямо напротив парка. Собственно, как все устроено. Пешком или на автобусе вы приезжаете ко входу. Уже на этом этапе вы можете обнаружить себя стоящим в очереди, однако, поверьте, эта очередь ничто по сравнению с тем, что вас может ждать дальше. К слову, именно поэтому важно остановиться поблизости и приходить к открытию парка. Первые несколько часов – золотое время с точки зрения очередей. На входе же нужно постоять минут 10, вынуть все из карманов, пройти через рамку и отправиться ко входу в один из парков. Теоретически, здесь еще можно было купить билет когда-то, но сейчас, насколько я понимаю, все билеты электронные. Билет дает доступ одному человеку в один парк на один день и позволяет кататься столько, сколько хотите. Ну или сколько успеете, если быть точным. В Калифорнии парка два, как я уже говорил. Собственно, Диснейленд и Дисней Калифорния Эдвенчер. Их, в принципе, можно посетить за один день по одному билету, но для этого нужно будет немного доплатить. Когда проходишь в парк, на входе вас фотографируют, что позволяет вам уйти из парка и вернуться позже по тому же билету. И вот мы в Диснейленде. Однако не время смотреть по сторонам, надо бежать в самый дальний конец парка, в локацию, посвященную Звездным Войнам. Собственно, парк состоит из различных локаций, каждая из которых оформлена в том или ином стиле. Там тематические аттракционы, еда, сувениры, персонажи из этой вселенной ходят по улицам и так далее. Так вот, в локации Star Wars находятся два очень популярных в парке аттракциона. Они эффектные, современные, подходят и для детей, и для взрослых, и поэтому очереди на них в часы пик легко могут превышать 2 часа. Утром же все спокойнее. Поскольку меня даже на переднем сидении машины может укачать, я решил не рисковать. А вот ребенок с удовольствием полетал на тысячелетнем Соколе. Следующий аттракцион называется Rise of the Resistance. И туда тоже выстроилась очередь почти на час. Тратить час утреннего времени на очередь крайне расточительно, поэтому в ход пошли платные услуги. Я не буду глубоко вдаваться в подробности того, как это работает, но один раз в день для каждого аттракциона вы можете использовать быструю очередь. Это не значит, что вы пойдете сразу. Ждать все равно придется, но существенно меньше. Впрочем, тут тоже надо планировать, ведь когда вы через приложение бронируете себе быструю очередь на тот или иной аттракцион, вам назначают время визита, и это может быть через час, два, три и так далее. Просто вы ждете не в очереди, а ходите по парку и занимаетесь чем-то другим. Так вот, мы заказали быструю очередь на Rise of the Resistance и пошли смотреть, на чем еще можно покататься, пока народу в парке не так много. Мы дошли до другой зоны парка Adventureland, стилизованный под дикий запад. Здесь пыли американские горки под названием Big Thunder Mountain. Здесь уже и я прокатился. Еще один довольно популярный и известный аттракцион по месте с привидениями. В часы пик очередь легко может достигать часа, но мы ждали всего минут 15. Пятичасовой сон того стоил. После Rise of the Resistance, с которого довольно много людей выходило с кислыми лицами, что навело меня на мысль, что я правильно оттуда не пошел, идти на другие топовые аттракционы было уже поздно, поэтому мы решили, что настало время аттракционов попроще. Пираты Карибского моря, Безумное чаепитие из Алисы в Стране Чудес и так далее. Собственно, про аттракционы в целом. Я бы разделил их на 4 категории. Категория А. Самые популярные аттракционы. Как правило, новые, современные, по популярным вселенным, типа Star Wars или Стражи Галактики. Часы пик очереди могут достигать 2 часов легко. В каждом парке таких штук 5. Покататься на всех из них за один день – большая удача и либо экстраординарное планирование, либо огромное терпение. Категория Б. Как правило, это топовые классические аттракционы, либо же новые аттракционы попроще. Очередь на такие аттракционы – порядка 1 часа в часы пик. Категория С. Аттракционы попроще. Очередь около получаса. Как правило, вы едете на вагонетке и вам что-нибудь показывают. Последняя категория – категория Д. Это не очень популярные аттракционы, как правило, потому что они рассчитаны на самых маленьких. Так, например, польстившись на ожидание в 5 минут, мой ребенок побежал на один из таких аттракционов. По окончанию, довольно долгой по меркам парка 15-минутной поездки, он большой радости не испытывал. Но, опять же, для ребенка помладше такой аттракцион вполне может быть интересным. Есть в парке несколько видов транспорта. Среди них – монорельс. Но мы выбрали транспорт попроще – старый добрый поезд. Поездка на нем сама по себе развлечение, но мы к тому же воспользовались им и по прямому назначению. Ведь на часах еще не было 12, а ноги уже болели. Вообще, ходить по Диснейленду приходится много. Шагомер в айфоне к вечеру показывал 20 тысяч шагов, что в полтора раза больше, чем когда я весь день гулял по Новому Орлеану. К слову, о Новом Орлеане. Именно на площадь Нового Орлеана, только в Диснейленде, мы и отправились. Там, рядом, был общепит, в котором мы решили пообедать. Чтобы не стоять в очереди, еду можно заказывать через приложение Диснейленда на телефоне. Вообще, оно очень удобное и полезное. Там видны все очереди, есть карта и так далее. Ну и быстрые очереди – это тоже через него. Еда же в Диснейленде стоит довольно много. Четыре маленьких шашлычка и две сырные булки обошлись нам почти в 40 долларов. А вечером, когда мы ужинали, за пять кусков пиццы с колбасой и два какао мы заплатили 50 долларов. Но надо отметить, что еда вкусная и разнообразная. Некоторые заведения, которые со столиками и официантами, настолько популярны, что бронировать там столик нужно за два месяца до дня визита. Но простой еды, которую можно просто прийти и купить, тоже много. В парке Калифорния Эдвенчер, например, продают шаверму. И не очень знаком с Марбеловскими Мстителями, но это из их вселенной. Шаверма, к слову, довольно скромная, хотя и вкусная. Также на улице продают попкорн и чуррос. Чуррос – это такая печеная сладкая палочка. В каждой локации здесь у чуррос свой особый вкус. На улицах парка проходят различные выступления. Если вы хотите пробыть в парке от начала до конца, то днем, когда народу очень много, я бы рекомендовал сосредоточиться именно на просмотре различных улиточных шоу, простой прогулке по парку и так далее. Всяко лучше, чем ждать два часа в очереди, чтобы проехаться пять минут на аттракционе. Погода играет существенную роль при посещении Диснейленда. Во-первых, от нее зависит численность посетителей. Во-вторых, в зависимости от погоды, вам будет комфортно или некомфортно находиться на улице долгое время. Что в Калифорнии и что во Флориде бывает очень жарко, да и солнце светит здесь крайне сильно, это стоит учитывать. Одним из главных событий дня в парке является парад. Люди рассаживаются вдоль маршрута, чтобы посмотреть на проезжающие платформы и сопровождающих их артистов. Вечером парк преображается. Некоторые локации, например по Star Wars, выглядят намного более впечатляюще, а некоторые аттракционы, например Jungle Cruise, где вы плаваете по реке в джунглях, совершенно точно выигрывают от темноты. На следующий день мы пошли во второй парк, Disney California Adventure. По своему концепту, этот парк посвящен Калифорнии, вдохновлявшей Уолта Диснея. Здесь, как и в Диснейленде, есть несколько локаций. Вот, например, Родиатор Спрингс. Если вы или ваши дети смотрели мультик тачки, то вы в курсе, что это за место. Здесь находится один из самых популярных аттракционов парка, и опять же, очередь на него просто безумна. Утром в понедельник ждать 4,5-минутной поездки нужно было бы час. Мы в данном случае использовали быструю очередь, заказав ее сразу после входа в парк, в то время как сами отправились на аттракцион по Стражам Галактики. Я, правда, воздержался от самого аттракциона, но ребенку понравилось. Все же, не зря он со мной в машине всю жизнь ездит, готов к любым перегрузкам. Я упоминал аттракционы категории D. И опять же, хочу подчеркнуть, что они не плохие, а просто менее захватывающие и популярные. Например, 5 минут ожидания на русалочку – прямо подарок, когда ждешь заказанной быстрой очереди на большой аттракцион. Пирс Пиксар. Здесь находятся классические аттракционы. Огромные американские горки, колесо обозрения, различные карусели. Мы прокатились на колесе обозрения, которое, к слову, непростое. Часть тележек здесь не закреплена, поэтому они очень весело болтаются. В остальном же, мне кажется, что за такими развлечениями логичнее идти в обычный парк аттракционов. Другая локация – это Гризли Пик. Место, стилизованное под типичный калифорнийский национальный парк. Тут главный аттракцион временно закрыт, а жаль. Впрочем, здесь есть приятная лесная локация с активными развлечениями для детей. Еще одна локация в Калифорнии Adventure – это Голливуд. По улице здесь ездит трамвай, а из интересных аттракционов – тематическая поездка, посвященная корпорации монстров. Дух, конечно, не захватывает, но сделано эффектно. Подведем итоги и сделаем выводы. Вывод номер один. Я понимаю, что для многих моих зрителей это крайне проблематично, но если вы живете в Европе или Америке и у вас есть такая возможность, то с ребенком в Диснейленд сходить стоит. При том, что Дисней принято сейчас обвинять в излишней прогрессивности, в парке ничего подобного не чувствуется, и Микки Маус не нашептывает на ухо каждому входящему, что есть 74 гендера или что люди должны каяться за преступления, которые кто-то совершил 200 лет назад. Что касается взрослых, то здесь все менее однозначно. Некоторые американцы очень любят Диснейленд и во взрослом возрасте. У меня же к нему после визита довольно спокойное отношение. Но если вас не начнет тошнить от всяких резких движений виртуальной реальности, вы найдете здесь несколько совершенно фантастических аттракционов, которые мне, к сожалению, были недоступны. Ну и как культурный феномен, наверное, на это стоит посмотреть хотя бы раз. Вывод номер два. Планирование критично. Если прийти в неподходящий день, в неподходящее время, в неподходящую погоду и так далее, то мне кажется, ничего кроме разочарования вас не ждет. Если же все продумать, то визит, безусловно, принесет массу положительных эмоций. Ну и в завершение, сколько все это удовольствие стоит. Некоторые цены варьируются в зависимости от сезона, так что все довольно условно. Ночь в отеле рядом с парком стоит порядка 300 долларов. Билет в сам парк на человека от 109 долларов. У нас с налогом вышло 142,5 доллара на человека в день. Доступ к опции быстрых очередей около 30 долларов в день на человека. Еда, ну, допустим, от 15 долларов на человека за нормальную порцию. Но это как бы легко может быть и больше. Сувениры в парке не дешевые, но и незапредельно дорогие. Условный магнитик и футболка стоят примерно 30 долларов. Но проблема в том, что здесь есть масса более интересных сувениров, и они уже стоят куда дороже. Так что, грубо говоря, 1000 долларов в день – это тот бюджет, на который стоит ориентироваться при визите вдвоем. Можно экономить на отеле и вставать еще раньше. Можно не покупать сувениры. Можно есть самую дешевую еду, типа той же шавермы. И тогда, наверное, можно эту сумму уменьшить раза в полтора. Но, опять же, это сопричено с дополнительными неудобствами. Например, в первый день мы пришли к открытию. А когда началось столпотворение, мы отдохнули в отеле, прокатились на побережье, а вечером вернулись в парк. Если остановиться далеко от парка, провернуть подобное будет намного сложнее. Либо, наоборот, можно заплатить еще больше, остановиться в отеле на территории самого курорта. И тогда, например, в Дисней Калифорнии Адвенчер, можно будет попасть еще до официального открытия. Ну и на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока!